Сегодня шестой день голосования по поправкам в Конституцию России. В течение недели у людей была возможность выразить свое мнение как в режиме онлайн, так и посетив избирательный участок. Это было сделано, чтобы ни один россиянин не остался безучастным в столь важном и безо всякого преувеличения историческом событии. Сотни людей уже побывали на избирательных участках и в Карачао-Черкесии. Люди разного возраста и профессии понимают, что предложенные президента поправки в действующую Конституцию прежде всего направлены на укрепление мощи нашего государства и преемственности поколений. Избиратели голосуют целыми династиями. К примеру, сегодня на избирательном участке побывали творческие семьи Секалиевых и Утемисовых. Из Ногайского района репортаж Ахмата Халкечева. Сейчас в Ногайском районе на завершающем этапе подворовой обход по адресам граждан, которым в силу возраста и иных обстоятельств нежелателем визит на избирательный участок. Тем не менее, противоэпидемическая безопасность организована на высоком уровне и в стационарах. Санитарная зона прям при входе в избирательный участок. Здесь сперва производят термометрию и дезинфицируют избирателей. И только потом им выдают одноразовые перчатки, ручку и медицинскую маску. Проверка документов тоже проходит с соблюдением социальной дистанции. Свой гражданский долг пришли исполнить Наннык и Насапхан Секалиевы. Все члены этой творческой семьи являются деятелями культуры. Наннык руководитель образцового вокально-хареграфического ансамбля «Алтынай». Во главе творческого коллектива Наннык Ибрагимовна уже 35 лет. А ее дочь Насапхан Исмаиловна руководитель дворца культуры Аула Икон Халк. Прежде всего для нас безопасность избирателей, придерживаясь рекомендации избирательной комиссии Карачаево-Черкесской республики, а также территориальной избирательной комиссии. Внутри участка проничную атмосферу поддерживает соответствующее оформление. Лидия Хамзаровна Боисова, можно сказать, всю свою сознательную жизнь посвятила, пожалуй, самой благородной из профессии – профессии учителя. Общепедагогический стаж Лидии Хамзаровны – 52 года. И кому, как человеку, отдавшему свыше полвека воспитанию подрастающего поколения, не знать о проблемах семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, которые и призваны исправить ряд новых поправок в главный документ нашей страны. Не у всех жизненный уровень одинаковый. Есть дети, у которых нет родителей. Обновленной Конституцией на это сделан упор, что государство должно взять на себя все функции родителей по воспитанию, по образованию детей, оставшихся сиротами. Это очень важно. Через каждые полчаса в избирательных участках производится полная дезинфекция помещений. А за соблюдением законности и порядка следят общественные наблюдатели и полицейские. Выполнить свой гражданский долг активно идет и молодежь района. Уезжаю сегодня. У меня просто здесь не будет. А как бы по невинке ходить и искать где, что у меня как бы не очень. Здесь я пока работал, время вышло. Это ты свободно решил прийти проголосовать заранее. Есть только движение вперед или же наоборот. Третьего не дано, уверена член Союза журналистов России, жительница аула Иркеньюрт Рима Утимисова. Наша собеседница признается, что проголосовав раньше, она хочет выразить свое полное доверие, проводимое руководством страны политики. Сегодня мое голосование совпало с десятилетиями моего внука Руслана. Я думаю, в нашей России все дети должны быть счастливы. Вперед Россия! Голосуйте за новую Конституцию! Ахмат Халкетчев, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия, Ногайский район. Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия, Ногайский район.